Нет, я не голая, я на самом деле в платье. Просто все дело в том, что у нас сегодня макияж The Girl. Той самой девчонке соседнего двора, которая вся такая классная, успешная, все успевает, выглядеть хорошо и ухаживает за собой. И, в общем-то, это, видимо, все, о чем она занимается, потому что она выглядит просто идеально. Привет, ребята, добро пожаловать обратно на мой канал. Меня зовут Наташа, Наташа42. И сегодня мы будем с вами делать такой необычный, наверное, обзор на косметику от Influence, потому что я решила сделать еще и такой челлендж, макияж That Girl. Почти все визажисты мировые сейчас примерно так красят. Ну, какой-то общий, гламурный, нюдовый макияж. Да, кстати, вы сами выбрали нюдовую палетку от Influence. Я задавала вам вопрос как-то давно у себя в Телеграм-канале. Кстати, подписывайтесь на мой канал, ставьте видео лайк, бейте в колокол и, конечно же, подписывайтесь на мой Телеграм-канал, чтобы не пропускать все-все интересности, которые я для вас готовлю. И большинство из вас выбрали вот эту палетку Cyber от Influence Beauty из их постоянной коллекции. И перед тем, как мы с вами начнем краситься, я вам должна просто обязана показать ту коробку косметики, что у меня есть. Это целая коробка, полностью забитая косметикой от Influence, которую мне прислала Марина Лакшес. Даже открыточку она положила. Спасибо большое Марина, что стала в очередной раз спонсором моего видео. Так что все дружно благодарим Марину в комментариях за этот обзор. Мне на самом деле дали целых 4 палетки. Вот такой вот хайлайтер. Конечно, не совсем он подойдет, наверное, под эстетику That Girl, потому что все-таки у них больше такие естественные цвета. Цвет шампанского, персик, бронзовые цвета. Ну ничего, ничего, будем внедрять как-то. Помада и карандаш для губ в оттенке 0,8. И я сегодня совсем не накрашена, потому что еще тональник у нас будет матовый. У меня был всего один обзор на косметику этого бренда, и это была лимитированная коллекция Crypto. Если вы вдруг еще не смотрели, то посмотрите обязательно. Сейчас эта коллекция продается по каким-то нереальным скидкам, конечно же. Да, и вот такой любимый контуринг в стике тоже мне Марина положила. Спасибо большое. Две подводки. Вот такие блестяшки, глиттеры в жидкой какой-то штуке. Но мне кажется, вот этот блестящий бронзовый, такой золотой оттенок нам может быть даже и пригодится. Красивые блестящие жидкие тени очень красивых оттенков. Такой персиковый блеск для губ и куча цветных карандашей. Ну и так как у меня сегодня нет консилера от Influence, я взяла просто рандомный от Vivienne Sabo. Он на самом деле довольно плотный, а мне есть что перекрывать. А вот That Girl, все-таки у них прям идеальная кожа. У них, ну как правило, да, у них идеальная жизнь вообще вся. Начнем с этого. Поэтому им нужен максимум какой-то суперлегкий консилер вот сюда в начало глаза. И такой вот лифтинг эффект во внешнем уголочке, чтобы сделать такие лисьие глазки, потому что это все еще в моде. Это не уходит из моды уже, не знаю, года два точно. Ну и наношу тон, матовый тон, оттенок 03 Light Medium. Значит, матирующая тональная основа, вельветовая текстура, так вельветовая или матовая, это уже вопросики, ну ладно. Покрытие от среднего до плотного, продолжительный матовый эффект. Достаточно жидкий, какая же тут вельветовая текстура, я не знаю, о чем речь. Здесь нужен какой-то легкий тон, пускай даже матовый, но легкий. Нанесение кистью все-таки, а не спонжем, поэтому я сегодня так решила себя порадовать. Не люблю наносить тональные кистями, мне все-таки больше нравится спонжем. Что-то я не знаю, нужно ли этому тону дать высохнуть, но он мне пока что не кажется прям наглухо матовым. Ну, хороший тон, но если у вас сухая кожа, есть какие-то шелушения, то он может их подчеркнуть. Нанесу сначала на руку оттенок Kepler 01, не знаю, есть ли там еще оттенки, но по-моему нет. По-моему там только румяна в стике и вот такой контуринг. Марина просто его нереально хвалит. Ну, сейчас проверим, сейчас проверим. Задача такая, сделать максимальный лифтинг эффект, поэтому я буду затемнять вот эти зоны виска. Соответственно, подчеркивать здесь впадинку и тоже уводить наверх. Нормально растушевывается, просто он очень пигментированный. Ну, такой нормальный пигментированный, но я много набрала, наверное. Так, ну вот что-то такое получается. И еще подбородок тоже отконтурирую немножко. Честно скажу, мне здесь, конечно же, не хватает какой-то сухой палетки для лица, чтобы закрепить эту коррекцию. Не хватает сухого бронзера, не хватает румян, не хватает сухой какой-то текстуры, сухой пудры, чтобы это все зафиксировать. Поэтому я буду использовать что-то другое. Из бюджетного мне очень нравится палетка прошлогодняя от Beauty Bomb. Такое, к сожалению, уже нет, но если вы вдруг где-то найдете, классная. В принципе, была палетка, как видите, use contouring только так. Если высота лба позволяет, то можно его тоже немножко проскульптурировать. Без фанатизма. Это ведь просто наше натуральное лицо. Мы просто такими и родились. На, серьезно? Ты не верил? Так, и, конечно же, нужно носик подрумянить, потому что мы где-то в Лос-Анджелесе, у нас тут жарко. Но я вот выбираю поэтому персиковые румяна, чтобы они были похожи на загар. Если вы выберете холодные розовые и нанесете вот так на нос, будет неестественно смотреться, не очень красиво. Давайте припудримся вообще-то. Вообще-то давайте припудримся. Тут уже тоже, простите, без инфлюенс. Я возьму пудру от Laura Mercier. Мне всегда казалось, что такая эстетика макияжа, она больше подходит... Ну, в детстве мне так казалось. Каким-то девушкам 25-35 лет вот так вот. И я думала, ну вот, когда я стану взрослой, мне будет 25 лет, я буду так краситься. Типа, я такая вся женственная женщина, такая вся секси-хот-чикс, но как бы мне уже за 25, а я все еще так не крашусь. Вот сегодня мы проверим, идет ли мне такой макияж или нет. А вы знали, что мода на тонкие брови возвращается? Да ладно! Вот я еле держусь, чтобы все не перещипать себе, потому что реально... Я тогда не застала эту моду, потому что, ну, мне было лет, не знаю, 14 или еще меньше. И сейчас все-таки, да, я прям еле держусь. А у That Girl все-таки все должно быть самое модное и самое хай-класса. Но если вдруг у вас какая-то не очень ровная форма бровей, не хватает где-то волосков, то тоже можно прорисовать карандашом или маркером. Вроде у Influence тоже есть такие маркеры, как у Vivienne Sabo, как у Beauty Bomb, потому что это все одна контора. Классные у меня тут есть кремовые тени, классные карандаши всякие цветастые. А куда это все девать? I don't know. I don't know. Еще губы должны быть вообще-то более коричневыми, но у нас сегодня вот такой цвет довольно-таки провокационный. Ну, кстати, цвет, я бы не сказала, что прям очень красный, он какой-то припылено-вишневый. Тухлая вишня. Короче, я сейчас пытаюсь создать эффект, как будто у меня чуть-чуть подколоты губы. Но, честно говоря, такой цвет мне не очень нравится. Я больше люблю либо прям красные-красные оттенки, либо, ну, нюдовые-коричневые, там, теплый нюд, холодный нюд, пыльная роза. Не в обиду Influence, не в обиду Марине, просто мне такое не идет. Карандаш для губ хороший, пигментированный, вообще нареканий нет. Помада у меня тоже в 0,8 оттенке, я думала, что они будут похожи, но они вообще разные. Потому что карандаш, он больше реально такой припыленный, пожухший такой цвет. А здесь прям тупо красный. Я наберу на кисть, футлярчик такой приятненький. Все в целом такое, знаете, приятное, хорошее. Ну, подождите, мы до палетки еще не добрались. Короче, я нанесу тоже где-то на центр губ. О, она пахнет так прикольно. Короче, такой эффект, как будто губы после увеличения. Может, у меня просто кисть пахнет мылом? Не знаю. Ну, давайте сразу же блеск сверху пахнем, конечно же. Плексиглаз Lip Gloss. О, вот он вкусно пахнет. О, пахнет. Персиковым йогуртом пахнет. Вообще супер оттенок, кстати, так и называется. 06 Iron Peach. Такой он густой, блестючий. Какой-то привет из нулевых, реально, из 90-х. Я просто не очень люблю такие шиммерные блески, опять же, на себе. И опять же, в зависимости от цвета. И с таким количеством шиммера это неплохо. Просто это не that girl. Поэтому губы, наверное, я поменяю, но пока что посижу так. Просто мы же должны все-таки с вами оценить продукты, которые у меня есть тут от Influence. Но, честно говоря, губы мне такие не нравятся. Они еще немножко, этот блеск такой липкий все-таки. Ну, такой, честно. Вот блески от Stellar, которые их Sexy Gloss, вот такие. Вот это, да, вот они прикольные. Помады от Influence и карандаши я бы еще попробовала в других оттенках, которые мне больше по вкусу. Потому что сами продукты неплохие. То есть, да, действительно они пигментированные. И хорошие, бюджетные, относительно, ну, классные, хорошие упаковки. Все классное, здесь тоже хорошая упаковка. Вот масло от Influence у меня, кстати, протекает, которое крипто. Оно у меня сначала не протекало. Я думала, что все нормально. Но прошло где-то месяца два, и все начало протекать. Кстати, в веснушке тоже можно сделать that girl. Например, можно сделать тем же маркером для бровей. Кучу-кучу таких точечек поставить. Будет как раз очень даже натурально. Мне немножко жаль, что у меня нет коричневого карандаша, потому что он бы сюда отлично бы подошел. Просто идеальная, реально холодная палетка на первый взгляд. У меня есть просто черный карандаш, есть вот такой золотой карандаш. Но золотым карандашом форму выстраивать как-то, наверное, не очень. Поэтому я сделала форму черным карандашом. Что я имею в виду? Я имею в виду, что мы будем делать стрелочку из карандаша. Сначала по ресничному краю. Очень, кстати, пигментированные эти карандаши автоматически у Influence. Очень много там классных оттенков. О, смотрите, да, я чуть-чуть просто межресничку прокрасила на этом глазу. Как будто у меня супер густые ресницы. И я буду уводить стрелочку. Такое буду делать лисий глаз. По направлению нижнего века буду вести стрелочку. Так, немножко вбок и наверх. Беру маленькую кисть плоскую и соединяю линии в стрелку. И вывожу прям в супер-супер тонкий кончик. Нужно прям очень тоненько сделать и потом еще поправить консилером обязательно. Если бы еще тейпы были, чтобы вот это все натянуть, прям вообще было бы четко. Но я на самом деле тейпы не очень люблю. Напишите в комментариях, что вы думаете вообще про макияж с тейпами, скотчем, когда вот так все виски натягивают на одно место. Чтобы сделать, так сказать, иллюзию, что у вас такое подтянутая века открытая и лисий глазки. Лицо под ключ с помощью скотча. Хорошие карандаши от Influence. Прям интересно зафиксируются они или нет, но по идее это должны. И они прям очень пигментированные. Мне очень нравятся. Очень приятно. Блин, тут конечно бы хорошо бы подошел какой-нибудь коричневый карандаш. Ну ладно. Короче, двойную стрелку сделать, которая уходит в складку века. Ну вы поняли. Рисуйте карандашом, потому что карандаш можно исправить. То есть это гораздо более безопасный способ, нежели какая-то стойкая подводка, которая потом не уйдет. И начинайте от своей складки. Смотрите вот так прямо, поставьте зеркало прямо. И вот где у вас глубина, туда прям поставьте кисть и оттуда ведите к уголочку стрелки. Тогда вы сделаете стрелку, которая будет прятаться в складку. Итак, палеточка теней Cyber. Прохладная палитра на основе серо-розовых оттенков для создания макияжа глаз в стиле high-tech. 15 грамм, кстати, в палетке, но тут не мудрено, очень много оттенков. Я возьму холодный такой темный коричневый. И я его нанесу в складку на карандаш и чуть выше карандаша. Как же не хватает зеркал в этой косметике, в этих палетках? Блин, у всех брендов получается магнит косметик, вот этих градиент. Нету зеркал. Ну куда это годится? В каком веке живем? Чистой кистью я все это растушевываю, и меня не совсем устраивает вообще то, что получилось, потому что этот оттенок залипает. У меня нет, чтобы вы понимали, никакой подложки вообще. Что? Какая-то грязь получается. Я не понимаю, зачем в палетке одинаковые оттенки. Вот на мой взгляд, вот эти три серо-коричневых, они плюс-минус одинаковые. А в одном есть блестки, понятно, все ясно. И я не понимаю, почему здесь два бежевых, ну типа один чуть-чуть, чуть-чуть, вот прям вообще самую малость сатиновый. Ладно, я возьму матовый, который не сатиновый. Но я стараюсь растушевать этот коричневый через бежевый, чтобы пятна избежать. Мышиной серой матовый. Им я буду закреплять вот эту стрелочку. Да, за счет черного карандаша получается темнее. Если я чуть-чуть зашла ниже, чем мы рисовали, это ничего страшного, потому что все будет поправляться еще сверху консилером. И еще я хочу набрать, наверное, вот этот коричнево-серый непонятный с блестками. И нанести в переход вот этот между уголочком и подвижным веком. Что-то очень пылит этот оттенок, кстати, прям. Мне кажется, он у меня даже осыпался, как будто бы под глаза. Получается какая-то грязь. Я бы нанесла, может быть, какие-то жидкие тени, но что-то мне подсказывает, что они будут сюда не очень. Очень красивые оба оттенка. Называется Interstellar Eye Topper. Вроде бы они фиксируются, но на самом деле они могут разъедать тени, если у вас уже есть какие-то матовые тени. Но вот просто так в соло наносить очень красиво. Особенно оттенок 0,5 и 0,4. Вот эти два, короче, оттенка. Особенно зеленый, вот этот просто. Это оттенок как раз 0,5. Но сами вот эти тени классные. Повторюсь, как самостоятельный продукт, если вы просто вот так на глаза нанесете, дождетесь, когда оно высохнет, и все, там ресницы накрасите, и готово. Day 2. Что я, собственно, и сделала в другой день. Нанесла жидкие голубые тени на глаза. Они зафиксировались, и я ничем их не закрепляла. На глазах они выглядят серыми, а не голубыми, и ложатся полупрозрачно. Но этого следовало ожидать. Минус в том, что к концу дня они еще больше тускнеют. С зеленым оттенком у меня было то же самое. Кстати, получается, я сегодня взяла почти все такие холодные оттенки. И они выглядят, ну как бы, не то чтобы холодными. Вот этот оттенок, который кажется самым привлекательным, серым, светло-таким, тауповым. Очень светлый. Его на коже практически не видно. Его будет видно на очень-очень-очень светлой коже. Давайте попробуем вот эту золотую сияшку взять. Без базы, без подложки наношу. Напоминаю. Лучше всего пальцем втирать. Ты втираешь мне какую-то дичь. Наш классический оттенок. О, вот сразу получается что-то интересное. Нижнее веко мы прям совсем-совсем чуть-чуть оформим. Как раз вот этим серым тауповым оттенком. И вы посмотрите, что его практически не видно. Ну, я кисть взяла пушистую, поэтому тоже может быть не видно. Чуть-чуть пушистую кисть. И получается вот здесь пространство я подчищаю и вытягиваю к вискам. И получается, что у нас прям более аккуратно собрано выглядит макияж. Кстати говоря, очень хвалят вот эту белую подводку от Influence. И еще, кстати, у них тут не просто такой длинный колпачок зачем-то. Тут внутри кисть, прикиньте. Я не стала использовать кисть из подводки, но в целом она тоже неплохая. Такая лапка довольно удобная для рисования, довольно упругая. Но мне не нравится то, что она очень короткая. Ну, то есть это вот в плане дорожного формата, конечно, круто. Подводки не засохли, все хорошо. Почему все время, когда я пытаюсь делать какой-то гламурный секси-макияж? Почему каждый раз, когда я его делаю, у меня получается какая-то жадия из клона? Ставь лукас, если я жадью. А вот сейчас форма, намеченная карандашом, очень хорошо поможет нам прорисовать тоненькие, аккуратненькие, ровненькие стрелочки с первого раза. Повторюсь, был бы тут коричневый цвет, было бы помягче. Возможно, было бы не так по-арабски. Хотя, тоже, знаете, мне кажется, этот макияж вполне даже для кого-то покажется повседневным. Куда-то, кстати, делся блеск как будто бы. Он как будто впитался. Я ничего не делала. Белая подводка, которую я тоже хотела воспользоваться. Реально одна из лучших пока что белых подводок. Посмотрите, насколько плотный цвет. И я хочу рискнуть нанести, может быть, ее в слизистую. Ну, это прям очень контрастно получается. Ну, ладно. Просто я видела, опять же, у That Girl в Pinterest. Yes. Очень-очень affordable. Тоже бывают такие макияжи с белой слизистой. Сейчас все испорчу. Давайте белую, не знаю, вниз еще продаем. Такую линию. Под внутренней стрелочкой. У меня до этого из хороших белых подводок была только подводка соды, наверное. Но у нее сломалась кисточка, и я не могу ей пользоваться теперь. Это коллекция с Frozen. Вот теперь я какая-то анимешница. Короче, ну вы поняли, у меня проблемы с восприятием себя в макияже подобном. Но я бы нанесла еще вот этот золотой карандаш в слизистую поверх этого белого нечто, потому что мне правда не нравится этот эффект. Карандаш, кстати, реально с блестками прям серьезными. Надеюсь, мне не будет жечь глаза. Это оттенок 0.4. Наношу, и немножко лучше становится. А то как-то этот белый, он совсем ломал нам всю концепцию. Ну заодно и карандаш еще один протестировали. Слизистый даже неплохо смотрится. Обязательно, обязательно подкручиваем реснички. Тушь у меня Helicoid Extra Curl Volume Mascara. Она у меня на самом деле с того обзора подсохла. Тогда мне не понравилось, что она слишком экстра какие-то объемные и даже такие склеенные ресницы делает. То сейчас она еще более склеенные ресницы делает, но зато не нужны накладные. Если у вас прям короткие ресницы, она вам подойдет. Вот она подойдет для тех, у кого вообще проблема с ресницами. Они короткие, они такие реденькие. Вот это да. У меня же, не буду хвастаться, но у меня длинные густые ресницы, которые касаются кожи. Настолько они длинные, что когда я крашу ресницы этой тушью, у меня получаются такие паучихи. Ну посмотрите, просто тот обзор. Серьезно, я была в шоке. Я, наверное, совсем чуть-чуть нижние ресницы прокрашу. Прям вообще еле касаясь. Я еще дополнительно причешу нижние реснички, чтобы они были, знаете, такими пушистыми. И вообще такой эффект должен быть, как будто у меня просто свои такие ресницы. Или у меня как будто нарощенные. Вот я часто еще замечаю, ну либо накладные такие пучки естественные, либо нарощенные реснички. Ангельские, пушистенькие. Просто красота, красотулечка. И губы я тоже стерла. Мне кажется, сюда идеально впишется моя любимая помада от Essence. Моя любимая комбо. Оно сюда идеально подойдет. Карандаш Makeup Forever. Можно любой карандаш для бровей взять. Коричневый и холодный. 506 Endless Какао. Просто такой контурочек. Помада Essence 301 Romantic. Но она может выглядеть слишком белесо, как видите. Пальчиком излишки уберу. Можно еще блеск добавить. Ну вот прям совсем капельку. Стеллари как раз Секси Глосс. Оттенок у меня 15. Dirty Rose. Полупрозрачный скорее. Хотя чуть-чуть розовинку здесь он немножко дает. Ну ладно. Мои естественные губы. Они у меня такие и были. А вы что подумали? Глиттер Doze. Глиттерная Доза. Ну кстати. Типа колбочка. Он сияет. Очень многогранно и красиво. Но в этих колбочках с глиттером какая-то очень-очень желейная жидкость. То есть они как будто не жидкие. В какой-то гуще они там плавают. Но не совсем. То есть она по идее застывает. Рискованно наносить. Потому что тоже может разъесть тени. Нужно подождать пока высохнет. Потому что прям очень-очень мокрые вот эти все штучки. Сейчас я как будто это на вечеринку точно собралась. Просто я с пляжу пришла к вам. From Los Angeles. Of course. Мне нравится этот образ. Напишите в комментариях как вам этот образ. Как вам кажется. Получилось ли у меня попасть в эту эстетику. Пишите в комментариях какую еще эстетику мне повторить. Да, кстати, я же не нанесла хайлайтер. Давайте его уже закончим. Это хайлайтер Illuminati в оттенке 03. Очень сильно гневалась на то, что в коллекции Crypto не было вот этого глаза на треугольнике. Я бы очень хотела, чтобы такое было на всех вот этих треугольных хайлайтерах. Он, кстати, такой голографичный голубой, не белый. Глаз на треугольнике это прикольно. Вот так чуть-чуть я прям пальчиком нанесу. Он такой слегка влажноватый, поэтому я бы его наносила реально пальцем. Сюда, конечно, голубой вообще, ни туда, ни сюда. По поводу всего того, что мы попробовали, ребята. Палетка? Холодная ли это палетка? I don't know. Тут, наверное, и проблема в том, что я сделала не совсем холодный макияж. Хотя на самом деле я выбирала холодные коричневые оттенки. Ну, такая вот, она классная. Просто она уходит в розовый и зависимо от вашего цветотипа, если можно так прям по-старперски выразиться. Ну, короче, зависимо от того, какая у вас кожа, какие у вас румяна, какие у вас губы, какой у вас вообще дальнейший макияж глаз. Вот от этого будет зависеть прям все. Итак, ребята, это уже другой день. Я решила все-таки сделать холодный макияж с этой палеткой от Influence. Я использовала серый графитовый карандаш от Influence и голубой тоже во внутреннем уголочке. Далее я серый карандаш закрепляла серыми тенями, проходилось холодным таким серо-коричневым тауповым оттенком в складке. И пробовала нанести голубой, который мне оказался матовым, но на самом деле он сатиновый. И в итоге он был, скажем так, даже на подложке слишком разбеленным и слишком светлым, что было не совсем видно, что он голубой. Вот мне не хватало именно голубизны цвета, поэтому сверху я прошлась уже другим матовым голубым оттенком. И также еще сияшку тоже другую голубую нанесла, потому что все же не хватало мне в палетке Cyber какой-то яркости, пигментации. То есть как будто бы какие-то цвета даже на подложке, они недостаточно насыщенные, как будто они все немножко приглушенные. Даже на глазах, видите, у меня не такой голубой, как в палетке. Он в палетке все равно белее выглядит. А так в целом, я думаю, у меня наконец получился реально холодный макияж с этой палеткой. Серый матовый классный, но вот здесь у меня прямо идет подложка. Ай, кстати, я еще вот здесь уголки немножко затемнила черным из палетки. Он такой тоже, не совсем прям черный. Я думаю, что на подложке эта палетка хороша. Без подложки все же она будет слегка пляшивой и не такой насыщенной. А еще уже спустя время, спустя время тестирования, спустя время, пока я монтировала это видео, я на монтаже. Впоследствии тестирования подводки поняла, что все-таки черная подводка мне не нравится. Вот на первый взгляд классная, но по итогу я заметила уже на монтаже, вблизи, когда смотрела на себя в зеркало, я поняла, что она остается вот такой прям пятнистой. Она полосит, она неравномерная, хотя у меня как бы обычные веки, все нормально. Обычные подводки нормально работают. Поэтому все-таки подводки черные я ставлю в дизлайк, а вот белый лайк. Но по свочам даже видно, что белое как будто плотнее. Кстати, я забыла сказать, тон на мне сегодня тоже снова от Influence, который матовый. Очень классно реально с ним выглядит кожа, мне прямо очень нравится. Хайлайтер хороший, мне понравился хайлайтер, что крипто, что вот этот. Подводки вообще топ, самый топ. Вот, короче, самый топ, говорю, хайлайтер. Подводки, палетка, да, почему нет. Тональник, слушайте, вот прям. Я уже давно снимаю, а кожа выглядит просто шикарно. Карандаши для глаз все очень классные. Контуринг, контуринг, не знаю, ну, вроде он еще виден у меня, ну, потому что я фиксировала сухим. Но цвет очень хороший, реально. У нас же есть еще такая яркая цветная палетка Маньяк. У меня, кстати, были подозрения, что это прям очень-очень похоже на палетку Beauty Bomb. Beauty School с Геворгом. Геворг как бы начал, а Influence закончили. То есть как будто это прям такая младшая сестра этой палетки. Очень похожие оттенки есть, но видно, что здесь как будто чуть более доработанная палетка. Я могу сказать, что все-таки даже в основной линейке у палеток Influence есть вот эта проблема. Что они какие-то шатающиеся, неплотно закрывающиеся. Хайлайтер у Марины, он в принципе не закрывается как бы, то есть. Здравствуйте. Здравствуйте. Такого рода пластиковые дешевые упаковки, это вообще не круто для такой цены. То есть сами продукты хорошие, но блин, почему такая стоимость, если упаковка такая галимая? То есть мне прям вот этот галимый пластик трогать вот честно вообще не хочется. Вот лучше бы это был бы картон. У меня еще есть палетка Mars, которую тоже вы просили меня почему-то показать, вам протестировать, чтобы я накрасилась. Но честно, это вообще не моя цветовая гамма, абсолютно. Я вообще не знаю, что с ней делать. С этой палеткой получаются все равно какие-то темные такие грузные макияжи, которые мне не идут, как мне кажется. Поэтому вот эта палетка мне прям вообще не понравилась визуально. Вот эта, кстати, по упаковке самая прикольная, потому что она матовая. Это тоже нюдовая такая скучная, грустная, болотная палетка. Короче, зеленая и вот такая нюдовая. Такие две крайности, которые я выбираю, которые мне очень понравились. В целом, я считаю, что обзор более чем удачный, потому что мне много чего понравилось. Я бы даже сказала, прям совсем провальных продуктов сегодня не было. И пока я собиралась силами и пыталась как-то настроиться на этот обзор, знаете, что случилось, ребята? Бренд Influence связались со мной и прислали мне еще косметики. У меня тут еще целое пакетище с кучей всего, что, видимо, обзору еще одному быть, потому что все-таки у этого бренда в Магнит Косметик как-то сразу, как только он запустился, просто гигантская появилась коллекция косметики. Что вам нравится от Influence, тоже пишите. Люблю вас, ребята, и пока-пока. Так, ребята, 8 вечера, точнее 8.30. Я уже закончила снимать. Давно уже накрасилась. Насколько же это красиво переливается. И хайлайтер, кстати, тоже красиво переливается. Ну, очень так, блесточную, достаточно лицо. Конечно, уже не первой свежести, но все равно довольно-таки неплохо выглядит тон. Обожаю просто летний сезон. Сейчас уже почти 12, я уже хочу пойти спать. Мой макияж и моя укладка вообще в отличном состоянии, как мне кажется. Ну, не считая того, что губы стерлись, я хочу вам показать тон. Как все неплохо выглядит. Да, у меня тут, конечно, немножечко что-то подотпечаталось, но, блин, он выглядит практически ровно так же, как когда я его только-только нанесла. Единственное, что в Т-зоне, да, он зажирнился, но это вообще нормально, то есть он не отпечатывается. И хайлайтер все еще на месте. Сияшки, вот как я и думала, они в складку скатались. Но это в целом вообще не критично, это даже незаметно, когда просто вот так вот моргаешь, ходишь. Это еще при том, что сейчас уже ночь, но на улице жара и дома жара. Мне прям очень жарко, но моему лицу абсолютно все равно. То есть обычно бы у меня все точно уже потекло, куда-то забилось бы в поры. А еще подписывайтесь на мой бусте, я буду очень рада вашей поддержке материальной, чтобы мои видео продолжали выходить. Чтобы у меня были деньги на косметику элементарные, чтобы пилить дальше вам какой-то контент. Поддерживайте меня на бусте, подписывайтесь. Все, всем пока.